Всем привет! С вами Македа Про и Александр. И сейчас мы поговорим о бесплатных агрегаторах, через которые вы можете получать трафик на свой сайт. Я уже на эту тему писал статью. Она так и называлась. Бесплатные источники трафика, которые повысят посещаемость вашего сайта. Агрегаторы новостей. Ну и сейчас мы видео разберем, непосредственно посмотрим на то, как они работают. И примем решение о том, работать нам с ними или нет. Соответственно, если есть возможность, то почему же и не работать. В прошлом видео я рассказал вам об агрегаторе Укрнет. Но этот агрегатор платный. Но как бы оставаясь честный перед вами, перед своими читателями, естественно я не мог не опубликовать статью и не рассказать о бесплатных агрегаторах новостей. Если немножечко возвращаться в прошлое, то хочу сказать о том, что раньше этих агрегаторов новостей было больше. Раньше был такой агрегатор, как Новотека. Но он со временем просто умер. И перестал работать. Хотя, в принципе, когда он работал, с него было не очень много трафика. Там единицы людей переходили. Поэтому я вам расскажу сегодня об украинских агрегаторах новостей. Потому что они активно работают, продолжают работать. И они могут отдавать вам некоторое количество посетителей на ваш сайт. Ну, начну я, наверное, с агрегаторов таких, как Meta.ua и UkraHome.net. Это бесплатные агрегаторы, в которые тоже можно подать заявку. И это станет хорошим подспорьем для вашего сайта. Тем более, если ваш сайт новостной тематики. У себя в блоге я разместил ссылки на страницы, на которых вы можете заполнить форму и зарегистрироваться. Подать заявку, ну, не то чтобы зарегистрироваться, а вот подать заявку на регистрацию в системе. И, соответственно, опубликовать свою RSS-ленту. Далее уже модераторы, если сочтут ваш ресурс интересным и нужным, то они, соответственно, добавят в ленту новостей своих агрегаторов. Ну, и будут размещать ваши новости. Ну, в последнее время я работал с Meta.ua. В принципе, новости публиковались, все было нормально. Я подавал сайт общей тематики. Как бы, можно назвать это общей тематикой. Это был мужской журнал, в котором было несколько рубрик, там, посвященных каким-то люксовым брендам, люксовым вещам, часам, автомобилям и такому прочему. Естественно, в этот агрегатор подаются новости без привязки к каким-то... к России, скажем так. То есть, если у вас сайт в доменной зоне.ру, то нифига вам не светит. Нужны доменные зоны .com, .com.ua, но чтобы не было никакой привязки непосредственно к России. Вот здесь у нас есть формы, которые мы заполняем, отправляем на модерацию. Адрес RSS потока мы добавляем как для Яндекс.Новостей, то есть в RSS 2.0. И отсюда уже эти полнотекстовые... полнотекстовый фит уже будет передаваться непосредственно в Meta.ua. И там уже будут люди сидеть, распределять и разбираться, куда добавить непосредственно вашу новость. В ленту новостей по какой тематике. Например, это у нас лента ukrhome.net. С нее... ну, скажем так. С ukrhome.net и с Meta.ua трафик идет такой. Он может быть 4-5 человек в день, а может выстрелить там, быть 40 человек в день. Ну, как бы на сотни посетителей рассчитывать не приходится. Самый главный расчет мы делаем по агрегаторам, непосредственно исходя из того, что эти новости могут увидеть контентщики, например, с других каких-то сайтов, с других крупных порталов. И они могут опубликовать вашу новость, увидеть ее, понять, что это интересная, хорошая новость, уникальная. Такой новости нигде более нет. Соответственно, они могут заняться этим моментом и добавить ваш ресурс к себе, взять его, скажем так, на заметку. Ну, скажем так, новостная лента Meta.ua немножко преобразилась в последнее время. Особенно преобразилась страничка добавления ресурсов. Здесь уже появились какие-то разделы продажи трафика, обмен переходами. Но, в принципе, они, насколько они, если мне не заменяет память, они были всегда. Интересные новости, они, в принципе, всегда добавлялись. Я так понимаю, они просто хотят копировать Укрнет, но до Укрнета им очень далеко еще, потому что там реально космический трафик и очень много посетителей переходит на ваш сайт. Там все платно, но оно того стоит. Можете посмотреть мой ролик в плейлисте сервиса и сами в этом убедитесь. Но, в любом случае, лучше подать заявку, чем ее не подать. Поэтому можете спокойно добавлять ресурс в Meta-новости и ждать того момента, когда вам ответят. И, естественно, хорошо будет, если ответят взаимностью. Ссылка, опять же, есть в моей статье. Ссылку на статью я публикую под видео. Вы можете зайти в видео и там перейти непосредственно по ссылке на странице для добавления своего RSS-фида. Точно так же и в ucrhome.net. Мы переходим в ленту ucrhome.net. Есть прямая ссылка в моем блоге. И, соответственно, есть форма, как добавить свой источник. Вот здесь то же самое. Добавляем RSS 2.0 поток. Описание тематики ресурса. Ваш контактный email. Если все нормально, если ваш ресурс будет одобрен, вам по электронной почте придет письмо, что так и так ucrhome.net счел ваш ресурс интересный, мы добавили его в ленту новостей. Бывает такое, что это сообщение не приходит. И, соответственно, вы уже потом просто видите по трафику, что что-то немножечко, какие-то переходы там льются с ucrhome. Поэтому особо не обольщайтесь. Письмо вам могут не написать, могут не отписаться. Но со временем, если ваш ресурс одобрен, можете посматривать, может начать капать небольшой трафик из ucrhome. Так, что еще я писал в своей статье? Я писал о Newsland, я писал о surfingbird.com, но еще в этой статье я не рассказывал о линкодроме. Но вот как раз вот этот вот момент, что о линкодроме я расскажу вам сейчас. Давайте пойдем дальше по surfingbird. Это такой вот старый агрегатор интересных новостей с красивыми фотографиями. То есть для того, чтобы сюда попасть, у вас должен быть не вновь созданный ресурс, как в принципе, ну и везде. Если вы пытаетесь добавиться в агрегатор и вашему сайту там один месяц или два, то это такая затея очень, скажем так, она не то чтобы опасная, но она может просто не увенчаться успехом. Потому что люди оценивают ваши ресурсы объективно, они смотрят, сколько новостей вы добавляете в день. Соответственно, если вы занимаетесь своим порталом, если это ваш новостник и он для вас все, и вы публикуете в день несколько материалов, 5, 7, 8, 10, 15, 20, то у вас ваши шансы, соответственно, намного увеличиваются, и вы можете рассчитывать на то, что ваш ресурс одобрят. Так вот, что касается серфинберт. Серфинберт это такое довольно-таки старое, это, ну как бы это не социальная сеть, но она идет, этот ресурс идет вровень с социальными сетями, потому что вы знаете, если вы добавляете кнопочки себе на сайт для расшаривания, в некоторых сервисах есть кнопочка «Возможность добавления непосредственно в серфинберт». В серфинберт, вот если говорить по трафику, максимум, что я из него выжимал, по каким-то очень интересным заголовкам, по каким-то очень интересным статьям, у меня в день переходило, ну максимум это 70-80 человек, то есть 70-80 посетителей, какая-то статья привлекала. Ну и как обычно, это какой-то вот такой парадокс, чем интереснее пишешь статью, тем меньше людей по ней переходит, когда ты какую-то такую посредственную туфту, но уникальную кидаешь себе на сайт, и потом публикуешь ее непосредственно в агрегатор новостей, попадает эта новость через фид, то, соответственно, и трафик, на удивление, подрастает, и люди переходят, никогда не узнают, что кому будет интересно. Что касается «Серфинберт», сюда тоже не берут все попало, здесь мы регистрируемся, здесь мы оформляем свой канал, есть раздел и админка администратора, есть возможность добавить свой канал, как это сделать, у меня здесь расписано. мы здесь регистрируемся, оформляем свой канал, вот такие вот значки добавляем, здесь пишем адрес нашего сайта непосредственно, и то же самое добавляем сюда фид 2.0, через который улетают все новости. Что, на что обратить стоит внимание? Ни один раз, ни одного раза не было такого случая, чтобы добавили ресурс с нулевыми пузомерками, то есть, титс должен быть 10, должен быть какой-то трафик, и ресурс должен быть, естественно, качественным. Каждый день он должен обновляться, должно быть несколько новостей в день появляться, и только после этого в «Серфингберт» добавят ваш ресурс. Как правило, после добавления сайта в «Серфингберт», проходило, сейчас вам скажу, от двух недель до месяца, и после этого его принимали. Ну, насколько я понимаю, возможно, это связано с какой-то очередью, возможно, это связано с тем, что ваш ресурс берут на заметку, потом следят за ним, как он работает, как он развивается, сколько новостей появляется. Ну, соответственно, вот эти агрегаторы, они так работают, кто-то публикуют, добавляют сразу ваши новости, а кто-то еще присматривается, есть какая-то очередь, и спустя какое-то время только вас могут подключить и вашу ленту добавить к себе на сайт. Выглядит, значит, если там у нас... Ну, в принципе, в любом агрегаторе вы получаете ссылки на свой сайт, где-то прямые, где-то непрямые. Вот здесь, например, «Серфингберт», здесь очень много на главной странице таких известных источников контента, как «Канобу», «Фишки», «Лайфру», «Пикабу» добавляют здесь. Ну, то есть, есть какие-то такие уже мастодонты контентного новостного бизнеса, вот они здесь на главной странице, их здесь сюда выводят для того, чтобы как бы это все было интересно. Значит, по «Серфингберт» здесь есть вариант, отображается у нас в виде текста с картинками, две кнопки «Опубликовать ВКонтакте», «Опубликовать Фейсбук», и вот снизу здесь идет вот такая вот ссылочка прямая на вас, непосредственно на вашу статью. Есть еще второй вариант отображения, но я не знаю, кто им пользуется, я думаю, вряд ли люди пользуются, потому что если бы все пользовались вот таким вот вариантом HTML, не просто сухой текст, то переходов было бы больше, и, соответственно, интерес у людей был бы более повышен. Естественно, «Серфингберт» сделал так, чтобы люди оставались непосредственно на «Серфингберде», серфили ресурсы и новости у них, и улучшали их поведенческие факторы. А если мы перейдем в режим HTML, то он показывает непосредственно всю страницу, так как она выглядит непосредственно у вас на сайте, либо на вашем каком-то ресурсе. Это, конечно, классно, вот если бы по умолчанию стояло HTML, человек бы сразу попадал бы на вашу страницу, конечно, было бы прикольно, и для вашего ресурса, непосредственно для вас, это было бы лучше. Но поскольку вот такой вот формат отображения текста, который мы только что видели, ну и, соответственно, такой же вот выхлоп мы с этого всего получаем. Не очень хороший, не очень много всего, но тем не менее, как есть, так и есть, скажем так. Давайте сейчас вернемся обратно в текстовый вариант. Переключаемся и опять попадаем на вот такую вот бедненькую, аскетичную страничку с текстом и непосредственно с парой фотографий. Ну, тем не менее, имеем то, что имеем, лучше, чем ничего. Так, после Surfing Bird я вам расскажу сейчас о Newsland.com. Очень известный новостной агрегатор российский. Здесь вот фишка, если кто-то хочет увеличить трафик, привлечь к себе внимание, здесь есть очень хорошие возможности для тех, кто занимается политическими новостями. Вот это просто, это просто адово днище. Вот этот вот Newsland.com, регистрируйтесь в нем. И здесь для того, чтобы публиковать свои новости, нужно немножечко опыта набрать, там 10 баллов. Ну, для того, чтобы, в принципе, не сидеть часами и не писать какие-то новости, за которые дают баллы, или писать комментарии, там можно пополниться денежкой. И там, по-моему, 100 рублей стоят эти 10 баллов. И вы можете спокойно уже публиковать новости, если они интересны, они будут и набирать много просмотров, и очень много комментариев. Видите, 1130 просмотров, 1734, то есть вот тысячи здесь буквально, то они будут попадать на главную страницу. Комментариев здесь на Newsland пишут очень много. Срач просто конкретный. Поэтому, если у вас какая-то новость политическая, и хорошо, если уникальная, вы добавляете сюда, поверьте, у вас будет очень много комментариев, у вас будет очень много переходов, и у вас будет расти ваша вот карма. Вы будете набирать баллы вот этой вот кармы, накручиваясь здесь, потом здесь есть возможность вывести эту карму, там в виде денег, там еще куда-то потратить. Ну, то есть это вы уже можете зарегистрироваться, зайти и почитать это все. Что я могу вам сказать по этому агрегатору? Я обратил внимание, что с этого агрегатора растаскивается очень много новостей, именно в выходные дни, суббота, воскресенье. То есть, как бы ситуация такая. Ну, есть ресурсы, которые в выходные дни, у них там есть свой состав контентчиков, которые отдыхают в субботу, воскресенье, и они не публикуют контент. Вот люди просто приходят, допустим, какие-то там дежурный редактор сидит в каком-то издании, он приходит на Ньюсленд, выбирает вот эти вот горячие темы, свежие добавленные новости, потом публикуют себе, и потом заходим в статистику, смотрим источники переходов, и видим, что в этих источниках переходов добавляется, появляется очень много сайтов. Можно это очень просто, легко отслеживаться по пинбекам. То есть, вам на почту приходят пинбеки, ну, я говорю сейчас о WordPress, и вы видите вот эти вот пинбеки, обратные ссылки, обратные сигналы. В выходные дни, конечно, стреляет очень много, могут там прийти 10, 15, 20, 100 человек, потому что все ссылки, они, в принципе, публикуются непосредственно под материалом. То есть, когда страница материала открывается, ну, когда вы заполняете форму материала, вы добавляете картинку, непосредственно текст, вы добавляете, откуда вы перепечатали, либо это ваш непосредственно авторский текст. И вот в конце всего вот этого вот пути, в самом низу, по-моему, здесь публикуется ссылка, либо вверху публикуется ссылка на ваш ресурс. И да, вот источник. Источник. Соответственно, вот есть ссылка на ваш ресурс, и человек, который прочитал статью, он видит источник, если тема интересна, он нажимает, переходит, читает дальше, что там у вас еще есть. Огромное количество комментариев здесь пишется, тут куча троллей, куча всего-всего-всего, того, что может привлечь внимание непосредственно к вам. Вы можете здесь писать комментарии, ставить плюсики, как-то отмечать эти комментарии, какие-то там реакции на них оставлять. И, соответственно, у вас будет увеличиваться вот эта вот ваша карма, ваши баллы будут собираться, которые затем там можно будет каким-то образом вывести в деньги. Здесь есть люди, которые сидят, у них там просто десятки тысяч новостей, они там их публикуют. Модераторы такие, ребята, жесткие, если новость неинтересная, если какой-то там фуфлыжный материал в плане графики, либо еще чего-то вы хотите добавить, то забракуют и даже размещать не будут. Придет сообщение, что материал там не соответствует редакционной политике и о том, что публиковать его, соответственно, никто не будет. Поэтому материал должен быть непосредственно качественный. Сразу же. То есть вы должны рассчитывать на это. Ну и вот то, чего нет в этой статье бесплатные источники трафика, то, чего я не написал здесь, но написал позже, я посвятил целую страницу непосредственно агрегатору Линкодром. Но Линкодром будет интересен, конечно, тем, кто публикует для Украины политические новости, либо если это не для Украины, а вы просто хотите кого-то потроллить, обратить на себя внимание, что-то такое написать из ряда вон выходящая броска, то, пожалуйста, опубликуйте здесь. Вы можете здесь зарегистрироваться, вы можете войти здесь под своим аккаунтом в Facebook. Обязательно на вашем сайте должна быть поддержка микроразметки OpenGraph, потому что, как вы видите, допустим, новость с сайта выводится, но нет миниатюрки. Это значит, что на сайте не реализована поддержка OpenGraph, микроразметка для публикации новостей в G+, Google+, и, соответственно, в Facebook. А вот здесь, вот на этих ресурсах, где выводятся вот такие вот миниатюрки, они привлекают больше внимания к новости. Ну, естественно, если не заголовка, то обращают внимание люди на карикатуры. На карикатуры, посмотрел на карикатуры, и карикатуры, миниатюры. Соответственно, если у вас нет броского заголовка, то привлекается внимание больше, конечно, вот такими вот миниатюрками. Поэтому ставьте там, если у вас Wordpress, ставьте себе OpenGraph. Это очень маленький плагин, он есть в репозитории Wordpress. Ставьте, и ваша новость будет, вы, когда добавляете сюда ссылку, у вас будет выводиться еще вот такая миниатюрка. Ну, естественно, это интересно для тех, у кого политические новости, естественно, если вы хотите там потроллить, и если вы хотите опубликовать какие-то там новости о другой стране, и они идут в разрез с редакционной политикой линкодрома, и вы это понимаете, идете на это осознанно, то готовьтесь, что у вас там будут и комментарии, и плюсики, и минусики, но тем не менее, вы таким образом обратите на себя внимание. Ну, в первую очередь, естественно, если у вас новостной ресурс, то, и допустим, он посвящен Украине, то вот этот вот портал, он просто незаменим, отсюда идет небольшое количество переходов, там с новости 20, 30, 40 человек может перейти. Ну, для вас самое главное, это что? Самое главное для вас, это обратить на себя внимание, привлечь на себя, для себя внимание новых читателей, показать, что есть ресурс, либо ресурс старый, а он не размещен в этих агрегаторах, то есть, соответственно, по-любому нужно привлекать к себе какое-то внимание. Вот, в принципе, и все по бесплатным агрегаторам. Пользуйтесь, я думаю, что-то будет интересно для вас, как для человека, который публикует новости. Имейте в виду, что все новости, которые растаскиваются, добавляются в агрегаторы, они снижают уникальность ваших текстов, поэтому, когда вы, например, проверяете свой текст на уникальность в Text.ru, ну, спустя там какое-то количество времени, не удивляйтесь, что куски вот этого текста будут найдены там в том же самом Newsland, Линкандроме, в Surfingbird.com, ну, там еще во всяких агрегаторах, то есть, вы должны быть готовы к тому, что уникальность вашего текста упадет. По практике могу сказать, если это реально классная новость, с хорошим заголовком, все там по SEO правильно прописано, то ваша статья в любом случае будет находиться выше, чем любой из этих агрегаторов, за исключением, например, Newsland.com, но, опять же, это такие частные случаи, очень часто бывает, что Newsland публикуется выше, допустим, он там первый в поиске, а ваш ресурс второй, потом проходит какое-то время, поисковая система понимает, что текст скопирован непосредственно у вас, добавлен с вашего сайта, соответственно, вы уже в топе будете выше находиться, чем тот же самый Newsland.com, но для этого вы знаете, что есть переобход ссылок, страниц о том, что есть добавление уникального текста непосредственно там в Яндекс.Вебмастере, поэтому пользуйтесь этим обязательно, добавляйте перед добавлением новости на сайт, и хочу пожелать вам, естественно, большого количества трафика, ну и профита со всего этого, потому что люди, которые переходят к вам, читают, добавляют закладки, превращаются в потенциальных, в постоянных посетителей, ну и соответственно, совершают какие-то клики у вас, переходят по рекламе, либо если вы там используете CPA-партнерки, клики, действия последующие, то естественно, вам это будет очень важно и очень нужно. Поэтому пользуйтесь, используйте все это в своих целях, используйте это себе во благо. Могу пожелать вам только удачи в нашем нелегком деле. С вами был Македо ПРО Александр, до новых видео, еще увидимся. Пока.